Всем привет! Сегодня у меня видео о посылочке, которая приехала ко мне из магазина Мир Вышивки. Вы знаете, что это один из моих любимых магазинов, миркрестиком.ру. Вот такие визиточки у них были раньше. В предыдущей посылке были белые визиточки нового образца, а сейчас старого образца. Многие девочки говорят, что им старого образца визитки нравится больше. Мне, кстати, тоже нравятся они больше. Вот это особенно картина мне нравится. Анкор Майя, вот эти павлины. Сейчас покажу, что ко мне приехало в этот раз. Сейчас, если вы еще ни разу не делали заказ в этом магазине, у меня для вас есть промокод Инесса, который дает вам 10% скидку на любой заказ. Этот промокод суммируется с теми скидками, которые на сайте. Так что, если вы еще не делали ни одной покупки в этом магазине, то у вас есть очень хороший шанс купить товар со скидкой. Сейчас мир вышивки и для постоянных клиентов делает скидку 5%. До 1 мая она действовала, сейчас уже нет. Следите внимательно за моими видео. Когда будут следующие акции, я вам буду об этом объявлять. Вот смотрите каталог Риолис. Мы посмотрим этот каталог в конце, потому что я вас томить не хочу. Вам, конечно же, интересны вот эти наборы, которые приехали. Наборы, потому что я очень люблю наборы. Наборы у меня в любимчиках. Я их постоянно заказываю. Не люблю вышивать подбором, вы уже знаете об этом. Только в крайнем случае, когда по авторским схемам вышиваю, я покупаю отдельные комплектующие. А в основном я заказываю наборчики. И сейчас покажу, какие наборчики я в этот раз заказала. Вот такая красота ко мне приехала. Это подушки от фирмы Панна. Эти наборы, они немного отличаются от тех наборов, которые мы привыкли видеть у Панны. Раньше я вышивала подушки. Они были на конве 11 каунта. Но эти подушки вышиваются на конве 16 каунта. Я сейчас сделаю обзор. Вскрою наборчик, покажу вам, что там. Размер подушки 38 на 36. И одна и вторая. Винтажный пион и винтажная роза. Мне обе этих картины нравятся. Почему я говорю картины? Потому что я не планирую их оформлять в подушке. Честно говоря, мне жалко на 16 канве вышивать такой большой размер и оформить потом все это в подушку. Я вижу эти картины в рамке вот так висящими рядом. Вот сейчас мы на превью видим, да, как отличаются превьюшки. Смотрится так, как будто роза вышивается на конве молочного цвета, а пион вышивается на конве серого цвета. Во всяком случае, я это отчетливо вижу. И я, честно говоря, думала, что вышиваются они на разной основе. И не будут смотреться рядом, как серия. Но оказалось, что конва одинаковая. И здесь, и здесь она молочного цвета. Абсолютно одинаковая конва. И ниточки. Посмотрите, как похожи ниточки. По цветовой гамме. Вот, видите? Очень похожи. Поэтому, когда... Поэтому, когда две эти картины будут висеть рядом, они будут смотреться, как из одной серии. Готовые работы, они очень часто отличаются оттенком. Это происходит из-за погрешности полиграфии. Когда делаем фотографии, то каждый фотоаппарат немножко цветокоррекцию делает по-своему. И потом, когда обрабатываются эти фотографии в фоторедакторах, то может оттенок немножечко изменяться. Поэтому не всегда превью и готовая работа один в один совпадает по оттенку. Но ничего страшного в этом нет, я считаю. Просто, когда люди хотят купить, например, две картины сразу, и вот так видят их рядом, им кажется, что они сочетаться между собой не будут. Вот я думаю, вот такие обзоры, они как раз и полезны, чтобы зрители могли увидеть и понять, хотят они купить эти два набора, или хотят они купить один набор. В общем, для этого я и делаю обзоры. Вот кто-то обзоры не любит, а я сама люблю смотреть обзоры, и зрители мои, многие, просят сделать обзоры. Потому что на картинках, на фотографиях, которые представлены на сайте, не всегда понятно, что находится в наборе. Что же мне интересно в этих наборах? Больше всего мне интересна была схема, потому что схемы в наборах панна, они разные. Могут быть цветосимвольные, как здесь, могут быть черно-белые, то есть я вышивала, и были разные схемы. В общем, сейчас я распечатаю один из наборов и покажу вам подробнее. Вот, кстати, мы уже с вами видим, как висят нитки. Здесь просто перекинуты нитки, а вот в этом наборе нитки вот так уже завязаны. Я очень люблю, когда нитки вот так завязаны, потому что мне их приходится самой перевешивать, и не всегда получается так аккуратно. Я не знаю, как комплектовщицы умудряются так аккуратно навешивать нитки. Я, кстати, думала, что это разные комплектовщицы упаковывают по-разному наборы, но вот здесь написано упаковщица 91, и здесь написано упаковщица 91, а наборчики укомплектованы по-разному. Я не знаю, с чем это связано, но я, честно говоря, не люблю вот такую комплектацию, когда они просто висят, потому что когда начинаешь вытаскивать нитки, то они, бывает, вытаскиваются те, которые рядом. Не всегда получается это аккуратно вытащить и опять заправить, потому что эти дырочки расположены близко. Но, в принципе, это не смертельно. Это не страшно, это не смертельно. Я просто сама вот иногда удивлена, что у одного производителя получается вот так по-разному комплектовать наборы. Но это не смертельно, не страшно. Так, в общем, распечатаю я этот набор, чтобы там нитки не перепутать. Мы с вами будем смотреть вот эту винтажную розу. Очень красивая. Сейчас многие покупают авторские схемы. Я не исключение тоже накупила авторские схемы. И вот там есть розы. Очень вот эта роза похожа на те авторские схемы, которые мы покупаем. Ну, просто обалденная разработка. Вот эти две картины. Вот мне понравились сразу, как только они вышли. У меня даже не было сомнений, что обязательно они в моей коллекции будут. Здесь все стандартно. Описание, ключ. Ключ у нас получается трехцветный. То есть это не совсем цвет или как... Это не цветосимвольное. Цветосимвольное, когда сам квадратик цветной, значок черный. Здесь схема трехцветная. Очень странная для наборов панна. Я вышивала уже несколько наборов. И таких схем не было. То есть совершенно другая схема. Что хочу сказать. Лично у меня эта схема рябит немного в глазах. Старые схемы нравились мне намного больше. Я не знаю, зачем менять эти схемы. И делать вот такими. Не знаю. Но все равно меня это не пугает, не отталкивает. Я нисколько не разочарована. Потому что все вышивается большими пластами. Если бы было много перемешанных цветов, то было бы вообще невозможно вышивать. Но поскольку вышивается все огромными пластами, огромными участками, я думаю, здесь нет ничего страшного. Вот немножко в серединке розы, конечно же, придется помучиться. Хотя, в принципе, вот смотришь и глаза привыкают. Когда часто меняешь процессы, глаза должны привыкнуть к схеме. Вот почему я не люблю каждый день вышивать разные процессы. Когда вышиваешь один, уже глаза привыкают. И как-то вот эти значки, они сами выделяют. Глазами уже мы их выделяем. Как-то это уже происходит машинально. А когда переключаемся с одной работы на другую, то немножко сложно. Поэтому, когда я сейчас развернула, это вот чисто на первый взгляд, я говорю, свои впечатления. Но это не означает, что вышивать будет сложно или вам будет сложно. Ну, я честно скажу, я в этом плане вообще человек капризный. Мне нравится схема у чудесной иглы и у Алисы. И я в них влюблена. И все остальные, даже золотое руно или Dimensions, у меня все равно вызывает кое-какой дискомфорт. Я хочу вышивать только такие, как у чудесной иглы и у Алисы. Вот, поэтому я капризничаю, конечно же. Но все равно вышивать буду. Единственный минус для многих – это короткая нарезка ниток. Очень многие возмущаются по поводу нарезки ниток. Ну, что я хочу сказать. Я к этой нарезке привыкла. Единственное, что мне не нравится закреплять микростежком, особенно на подушках, приходится делать узелки. Когда длинные нити я вдвое складываю и закрепляю петелькой. Здесь петелькой никак не получится. Либо брать маленькие отрезки. Ну, в принципе, здесь 16-я канва. Можно и маленькими отрезочками вышивать. Ну, ниточки, само собой, гамма. Сколько у меня было наборов от фирмы Панна. Все комплектовались гаммой. Вот, да, я вижу, здесь написано. Фирма Гамма. Мы с вами уже не раз обсуждали, что такое фирма Гамма. Фирма Гамма – это наша торговая марка. Наша российская. Но они практически ничего не производят. Они закупают товар в разных странах. Вот, в частности, нитки Гамма. У меня написано Китай, либо Корея. Никогда не встречались нитки Гамма, чтобы написано было Россия. Я уже просила зрителей, чтобы они мне скинули фотографии, потому что некоторые утверждали, что Гамма – это российский производитель. Нет, это российская торговая марка. Но это не означает, что у них товар российского производства. У них товар может быть абсолютно разного производства. Вот, нитки Китай-Корея. Конва не знаю, чья Гамма. Скорее всего, тоже Китай. Но, в принципе, конва Гамма мне нравится. Вы знаете, мне даже конва Гамма нравится больше, чем Цвайгард. Я ничего плохого абсолютно в этой конве не вижу. Конва очень приятного молочного цвета. То есть, вот бывает цвет такой кофейный. Он немножечко сероватый, да, такой как-то коричневатый. А вот это вот прям такое топленое молоко. Очень нежное, вот светлое, нежное. Здесь больше желтого оттенка, чем какого-то кофейного или песочного. Ну, обалденная конва. Вот как основа мне очень нравится. И даже я ее не буду менять на равномерку, ни на что другое я ее менять не буду. То есть, я действительно хочу, чтобы картина была именно вот на этой конве. Ну, мне на конве и вышивать легче. Если 16-й каунт, то легче вышивать. Если 14-й, я могу вышивать на Линде или на Британи. А 16-й я не могу на Мурану. То есть, это не мое. Поэтому вот так вот буду вышивать, конечно же, вот на этой конве. Иголочка, как всегда, с золотым ушком. Кстати, иголочки вот эти вот гаммы тоже мне нравятся. Нормальные. Я никогда иглы вот в этих наборах не заменяю. У других производителей бывает заменяют. Гаммы вот я ничего не заменяю. Конва, игла, нитки. В общем, все как мне нравится. Так, что хочу сказать еще про схему. Посмотреть хочу, на каких листах. На больших или на маленьких. Так, листы большие. То есть, вот один фрагмент, как 4 листа А4. То есть, А4, 4 листа, склеенных вместе. И таких 2 у нас. Ну, то есть, получается 8 листов формата А4. Очень удобно. Очень удобно. Многие девочки склеивают листы А4. Я люблю листы А4. Вот. Но, в принципе, бывает, что и склеивают. Вот сейчас уже смотрю, вроде как и привыкаю. А знаете, мне что напоминает вот эта схема? Учеривно мыть. У меня я лимоны вышивала. Вот такие были черточки. Вот такая была схема. Ну, лучше бы они были все значки черные. Не знаю, зачем их нужно было делать цветными, когда количество цветов не такое уж большое. Так, роза королевы цветов. Символ любви, красоты и совершенства. Вышивается на конве 16 каунта. В схеме используется крест. Полный крест в две нити. А в одну нить один бленд, один полукрест и пять цветов бэкстича. Так что бэкстич в одну нить выполняется. Я вышивала картины Панна. Венок изобилия, венок плодородия. На 16-й конве. Конве обалденные. Мне так нравится. У меня даже нет сомнений в наборах Панна, что получится очень красиво. И смотрите здесь еще, что есть на вкладыше. На титульном листе. В общем, смотрите еще на черной конве. Очень интересная вот эта подушка. Вышивается, возможно, скучно, но смотрится в интерьере, наверное, очень красиво. Если кто-то под интерьер подбирает. У меня вот такой дракончик сейчас в работе начат. И вот такая есть у меня подушка. Но это вышивается на 11-й конве. И вот это на 11-й конве. В принципе, по-моему, здесь все вышиваются на 11-й, кроме вот этих вот двух подушек. Вот такие вот еще у них есть. Вообще со зверюшками очень много. Я сову вышивала, медвежонок у меня есть. Там и белочки, енотики. Ну, в общем, очень много. И вот такие новогодние. Еще мне нравятся вот такие подушки. Это с фруктами. Есть еще с овощами. Но вот многие есть наборы. Мне нравятся. Очень нравятся. Но я как-то не тороплюсь их приобрести. А вот есть такие, которые я очень хочу. Я вот только увижу новинку и хочу, не могу. Ну, в общем, как раз вот эти две подушки, они из этой серии. Очень я их хотела. И теперь давайте посмотрим каталог от фирмы Риолис. Вот это тоже мне нравится картина. Она вышивается хлопковыми нитками. Риолис в основном шерстяными. Вот эта картина нитками Анкор вышивается. Тоже она мне очень-очень нравится. Вот видите обозначение. М, А это мулине. Ш, это шерсть. Если и ш, и ма, то смешанная техника. Так, значит, что у нас здесь? Вот такие вот девушки. Ну, я как-то портреты не особо люблю. Если бы это был портрет, например, моих близких, то другое дело. Я очень редко вышиваю портреты или покупаю такие наборы. У меня есть, конечно же, они в коллекции. Девушка мне с букетами цветов, с флоксами очень нравится. Есть у меня из премиум серии набор. Но все подряд я не покупаю. Ну, есть многие же любят людей вышивать. И такие наборы у них преобладают. У меня нет. У меня животные, природа. Вообще цветы. У меня преобладают цветы. А вот смотрите. Подводное царство. Вон какой осьминог. Вот здесь смешанная техника. Шерстяные нитки и мулине. Вот, кстати, для меня очень это важно. Я же не вышиваю шерсть. У меня аллергия. Поэтому для меня важно, какими нитками вышивается. Вот я сейчас вам буду говорить. Возможно, для кого-то это тоже очень важно. Шерсть в основном на 14-й конве. Вот мы сейчас видим, да, вот эти все картины. Они, вот эта картина и вот эта сергиев посад вышиваются шерстяными нитками. А вот эти японские журавли, они вышиваются хлопковыми нитками. Мэ-А, это мулине анкор. Наборы Риолис комплектуются мулине анкор. Обалденная панель, смешанная техника. Шерсть с мулине. Вот вы знаете, я очень люблю разработки Риолис. Вообще, это первый производитель, на который я обратила внимание. И первый набор, который у меня был от Риолис. И вообще, мне вся их серия шерстяная с животными, вот эти домашние питомцы, мне очень нравилось. Семейство собачье, кошачье. И я очень их хотела, но... Но шерстяные нитки. Так, это набор хлопковый. Это набор тоже хлопковый. А посмотрите, сколько много хлопковых наборов на 18-й конве. Вот, кстати, я об этом не знала. Наверное, это новинки. Вот это вот шерстяными нитками вышивается. А вот эти вот три набора здесь мулине анкор. На 18-й конве 30 на 10 сантиметров. Такие узенькие панельки. Вот так их три можно вышить и рядом повесить. Кстати, классно. Вот такие вот красивые сейчас игрушечки на пластике. Очень они мне нравятся. Есть у них разные, но тоже вышиваются шерстяными нитками. И, кстати, стоят они недорого. Вот такие еще наборчики. Это хлопковое мулине. Вот такие гуси, пара гусей тоже анкором вышивается хлопком. И шерстяными нитками вот такие еще две картины. Так. Это детская серия. Вот детская серия тоже обращайте внимание. Многие подушки вышиваются шерстью. Если у вашего ребенка нет аллергии, то вышивайте. Но лично я лицом на шерстяную подушку никогда бы не легла. Для меня это, в общем, невозможно. Вот такая вот детская серия. Очень нравится мне вот эта ракушечка, игольница. И внутри жемчужинка, бусинка. Но здесь тоже, по-моему, есть... Нет, это не шерсть. Кстати, вот что я хочу. Вот что я хочу. На 18-й конве мулине, бисер, бусины, наполнитель. Все есть в комплекте. Очень нравится мне вот эта вот ракушечка. Обалденная. Игольничка. На подарок, да, такую вышить. Открыточка, поздравляю. Это конверт для денег. Тоже очень мне понравилась вот эта идея. Тоже на 18-й конве. Представляете, какая ажурная работа. Красивая, с ленточкой в подарок. Ой, я тоже вот такую открыточку хочу. Соблазн. Сплошной соблазн. И на черной конве шум леса. Ночное небо. Так, ловец снов. Многие девчонки любят ловцов. Маска для сна. Вот эта картина шерстью вышивается, а маска вышивается хлопком. Вот такая интересная серия на черной конве. Я на черной конве не вышиваю. И что такое ловец снов, я не совсем увлекаюсь этим. Смотрится красиво, но какой смысл туда вложен, я не знаю. И, в принципе, не особо этим интересуюсь. Я снимала видео на канал Жили-были, как я делала декупаж из салфеток, украшала пасхальные яйца. Если вам интересно, подписывайтесь на канал Жили-были, но также на канал Вышивка Плюс. Спасибо за просмотр. С вами была Инесса. Всем желаю удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok